Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить яичницу по-турецки под названием менемен. Для этого нам понадобится фарш говяжий, можно использовать баранину, 250-300 грамм. Лук 1 штука. Помидор 2-3 штуки, если у вас они достаточно крупные. У нас, как можно наблюдать, помидоры мелкие, поэтому мы взяли их больше. Перец сладкий зеленый 1-2 штуки. У нас перец помельче, поэтому мы взяли 3. Перец сладкий красный 1-2 штуки. Мы используем турецкий сладкий перец, но также можно использовать и болгарский. Чеснок 3-4 зубчика. Яйцо. В зависимости от порции, у нас будет порция достаточно большая, поэтому 4 штуки. Масло растительное 40 мл. Мы его уже отмерили и перелили в стопку. Масло сливочное 25-35 грамм. Соль. По вкусу. Черный перец. По вкусу. Тимьян. Одна чайная ложка. Паприка. Одна чайная ложка. Ну что, после того, как мы перечислили все ингредиенты, ставим разогреваться нашу сковородку. Если у вас сковородка с антибригарным покрытием, то первое действие можно пропустить. А если без, то нужно смазать поверхность сковороды подсолнечным маслом. А теперь выполняем действие без зависимости от сковороды. Это нарезка чеснока. Вся яичница от начала до конца у нас будет готовиться на огне чуть меньше среднего. Нарезав чеснок, отправляем его в сковородку. Распределяем его немного по поверхности сковороды. И добавляем к нему фарш. Это все дело нужно жарить до полуготовности. Пока мы жарим фарш до полуготовности, можно приступить к нарезке лука. Все ингредиенты, которые будут в нарезке участвовать у нас, мы режем ни крупно, ни мелко, средними кусочками. Итак, мы порезали лук. Откладываем его пока в сторонку, так как мясо не прожарилось до полуготовности. Но уже на кухне стоит очень ароматный и вкусный запах чеснока с жареным мясом. Пока у нас все это дело сжарится, мы приступаем к нарезке перца. Закончив с нарезкой перца, мы его откладываем на другую тарелку. За время нарезки перца у нас уже мясо дошло до полуготовности. Так как мясо дошло до полуготовности, мы добавляем туда лук. И жарим все это дело пару минут. Пока есть пару минут, можно успеть дорезать перец, если вы еще не успели, или же просто подождали. Перемешав то, что у нас находится в сковороде, мы добавляем туда 40 мл масла. Перемешиваем и ожидаем. Пожарив пару минут лук и мясо, мы добавляем к этому всему наш нарезанный перец. Все овощи в этой яичнице сильно ужаривать не нужно. Они должны сохранить свои витамины и свой вкус. Добавляем перец, мы его теперь как перемешиваем с мясом. И накрываем крышкой, оставив томиться это все дело на 2-3 минуты. А пока это все дело у нас на мельцовском сковороде, мы приступим к нарезке помидоров. Помидоры также мы не мельчим и не оставляем их крупными. Режем на средние части. Порезав помидоры, мы перемешаемся обратно к нашей сковороде, где у нас вовсю все жарится. Туда мы теперь добавляем помидоры. И добавляем специи, которые мы заранее приготовили. Слепо распределяем их по всей сковороде. И перемешиваем. Накрываем это все крышкой и оставляем на 2-3 минуты. Спустя 3 минуты мы поднимаем в крышку. Ее уже можно отложить в сторону, так как она нам больше не понадобится. Перемешиваем содержимое сковородки. И делаем там несколько углублений, в зависимости от количества яиц, которые вы будете разбивать в ночь. Так как яйца мы будем разбивать в сделанной ямке. Но для начала мы кидаем туда заранее заготовленное сливочное масло. По кусочку, в каждую ямку. После добавления масла мы начинаем разбивать туда яйца. Желтки должны в конце концов остаться текучими, и чтобы они не сильно зажарились. Для этого мы шевелим белок вокруг желтка, чтобы он быстрее схватился и зажарился. Разбив яйца, мы их слегка подсаливаем. И все это дело жарим до готовности. Спустя некоторое время все ингредиенты дошли до нужной кондиции. Теперь мы снимаем нашу ручницу с газа и даем ей пару минут остыть и будем пробовать. Если говорить немного о этом блюде, а то есть о мини-мини, то его готовят в некоторых кафешках только это блюдо. Его подают в маленьких сковородках и его едят с турецким хлебом. Вот примерно с таким. Его не режут, а просто отламывают от него кусочек. Берут необходимый кусочек, который нужен, и зачерпывают содержимое сковородки. Вот так его и едят. Сейчас мы попробуем и скажем, что у нас получилось. Итак, что можно сказать об этом блюде? Блюдо получилось очень вкусным. У него очень насыщенный вкус. Каждый ингредиент из этого блюда чувствуется в полной мере. Перец, помидоры, яйца, фарш. Все это чувствуется. Все это очень сочное и очень вкусное. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok